Новомичуринск – город молодой. Всего 50 лет назад он вырос вокруг ГРЭС. И в отличие от старинных местечек, вроде Касимова и Скопина, чья история насчитывает века, его историю пишут люди прямо сейчас. И пишут с любовью. В небольшом сквере, который посвятили Великой Победе, при непосредственной поддержке региональных властей разбили аллею ветеранов. Установили лавочки, освещение и урны. А в этом году композиционным центром стал памятник «Связь поколений». В рамках программы поддержки местных инициатив в сентябре 2022 года в сквере города Новомичуринска была установлена скульптура «Сквязь поколений». Автором данной скульптуры является рязанский скульптор Олег Седов. Скульптура представляет собой композицию, состоящую из фигуры ветерана войны, сидящего на лавочке с газетой «Правда» и девочки, сидящей рядом с ним, обращенной к нему с букетом васильков. Скульптура символизирует взаимосвязь времен и преемственность поколений. Стоимость скульптуры составила примерно миллион восемьсот рублей. Из них миллион триста субсидий из областного бюджета, сто сорок тысяч – это средства местного бюджета, и триста тысяч – это инициативные платежи жителей города Новомичуринска. Скульптура невольно заставляет остановиться и задуматься каждого о своем. Но важность таких мест памяти понимает здесь каждый. Как никогда сегодня должна звучать эта тема – связь поколений. Мы любим наши поколения, мы их растили. Но некоторые обстоятельства были так, что для них патриотизм – это размытое. Для них это, может быть, даже и ничего не значит. Хотя патриотизм – это малая родина, это их школа, их город, их работа, их родителей. Парк Победы – место тихое, но популярное. Здесь прогуливаются с детьми, сюда приходят отдохнуть и пообщаться пенсионеры. Каждый день через него проходят школьники. И такие метаморфозы в привычном месте по душе каждому жителю Новомичуринска. Часто гуляем. У меня родственники здесь очень часто гуляют с моей крестницей. Всем парк очень нравится. Очень здорово, что в городе создаются вот такие общественные пространства. Такие, как вот этот памятник, который символизирует связь поколений. В городе вообще очень много благоустраивается таких территорий. Хотелось бы администрацию за это поблагодарить. А жителей попросить, чтобы такую красоту берегли. Инициативные жители захотели благоустроить этот сквер. Администрация поддержала, выиграли конкурс. И вот теперь у нас такой замечательный парк. Местные инициативы продвигаются в Новомичуринске активно. Люди собирают первоначальный взнос, ведь эта программа – хорошая возможность создавать новое общественное пространство в городе. Я являюсь жителем города Новомичуринска, который в последнее время благоустраивается. Я очень рада этим изменениям в городе. Хотела бы большую благодарность выразить представителю Рязанской области. Это именно губернатору Рязанской области, правительству Рязанской области, которые дают возможность стерилизовать на территории города такие проекты, как проект местных инициатив, который помогает нам благоустраивать наш город. Также министерство территории Рязанской области, которое проводит данный конкурс, и ради которого у нас получилось выиграть в этом конкурсе. И администрация города Новомичуринск, которая реализовала этот проект, и с помощью них мы смогли поставить этот памятник. По программе поддержки местных инициатив. В Новомичуринске установили и памятник солдату в центре, построили детскую площадку и площадку для воркаут. И останавливаться не собираются, потому что вот такие слаженные действия людей и органов власти очевидно приносят результат. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».